Патриотическое воспитание Огромный фестиваль, который идет сейчас по стране, мы знаем, что прошел уже в Челябинске, сейчас проходит в Омске, следующей неделе будет на Красной площади, поэтому стараемся этот комплекс сейчас возродить. Огромное количество сегодня участников, как я уже сказал, и федеральных округов, и наши команды регионального отделения ДОСАФ России, команды школ, администрации города Омска пришли к нам сегодня на праздник. Фестиваль военно-прикладных и технических видов спорта – это еще и мемориал прославленного героя Советского Союза, маршала авиации Александра Покрышкина. В этом году патриотический форум был посвящен 100-летию со дня его рождения. Александр Иванович Покрышкин, в честь которого мы сегодня проводим соревнования, он был, во-первых, отлично физически развит, во-вторых, морально подготовлен, а ведь он тоже наш сибиряк. Он готовил себя к службе в армии, также в системе ДОСАФ, в то время была АСАВИАХИМ, закончил клуб. И я считаю, что вот эта закалка, которая была получена им, не позволила ему так активно прожить. На открытии фестиваля произошло знаменательное событие – вручение солдатского медальона с вкладышем внучке амича красноармейца Александра Ефимовича Каргополова. В октябре 1941-го в составе 32-й мотострелковой дивизии он защищал подступы к Москве и до сих пор числился пропавшим без вести. Медальон был найден поисковыми отрядами ДОСАФ на месте ожесточенных боев. Организаторам Всероссийского спортивно-патриотического состязания, областному правительству и ДОСАФ России удалось сделать фестиваль увлекательным, зрелищным и для пришедших на стадион зрителей. На торжественном открытии свое мастерство показали воспитанники клуба «Юный десантник», казачьи сотни сибирского казачьего войска, клуба служебного собаководства, мотокроссмены и многие другие. Фестиваль состоит из автомногоборья и нормативов ГТО. На стадионе участники издавали подтягивания, подъем туловища, прыжки в длину с места, бег на 100 и 1000 метров, метание гранаты на дальность и стрельба из пневматической винтовки. На учебной площадке ДОСАФ сильнейшие спортсмены страны состязались в классическом скоростном маневрировании, стрельбе и линейном автославоре. Уже третий раз здесь проводятся соревнования и, в принципе, проводятся неплохо в плане организации, в плане культурного досуга, в плане встречи, проживания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Состязания по автомногоборью проводились как в личном, так и в командном зачете. Вместе с результатами ГТО они вошли в общий зачет фестиваля военно-прикладных и технических видов спорта. Команда, набравшая наименьшую сумму мест, занявших во всех видах соревнований, и есть победитель. Так дружине Центрального федерального округа удалось занять общее первое место. По итогам фестиваля участникам были вручены 30 золотых и 56 серебряных значков ГТО. Новое, хорошо забытое и старое. Если раньше мы все через это проходили, без этого было никак, то какое-то время это было забыто. Сейчас это возрождение, я считаю, отличных традиций. Интересное, яркое и запоминающееся мероприятие бесспорно понравилось и зрителям, и участникам. Главные задачи фестиваля – возрождение спортивных традиций ГТО, а главное – воспитание здорового и сильного поколения граждан – достигнуты. На самом деле это очень важно, чтобы молодые люди, молодое поколение было физически развито, физически готово к минимальным каким-то нагрузкам. И соревнования данного типа как раз для того, чтобы проверить эти способности молодых людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова